Девушки отдыхают 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 ничего значит но если часто ведь а насколько часто ты готовишь очень часто очень часто позволь мне про ассистировать я протру за тобой спасибо 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 в этом смысле просто ну тут даже нечего говорить видите но что мы так как маленькие дети это 50 грамм это святая просьба для любого губ 50 грамм молока нужно добавить спасибо сметану и масла ошибка которая ничего это позже хорошо 50 грамм молока прошу вас 50 грамм 50 грамм молока всего лишь 50 грамм молока хорошо не переборщить а яйцо не надо ни в коем случае манечка чем быстрее вы мешаете все тем что да тем белее все будет вы пошли при вы пошли по пути многих телеведущих которые начинают фразу не знаю чем я закончу конечно знаем такое так ну что же я напоминаю что происходит друзья вихтер васильев человек который готовит а я хочу видеть без всяких шуток я сейчас буду говорить серьезные вещи без всяких шуток курник в смаке готовится второй раз за всю историю 18 лет программе смак 18 лет это в эфире и до этого 14 лет без эфира когда в землянке макаревич без камер снимал программу и вы хотите сказать что за все это время я я хочу сказать что я последние несколько лет до этого здесь был человек с акулой на предплечье так вот но но если честно всего один раз за всю историю за 18-летнюю историю программы смак готовился курник угадайте виктор твоего готова покупник ну мой дорогой это если бы вы были александром блока можно курникова нет нет и не в фонетике надо искать ответ на этот вопрос ансамбль русской песни надежды бабкиной да вы что именно а представляете ваня да что в конце должно получиться курнику я буду на ты с тобой да ну нет конечно мы на ты но просто когда делаешь курник так ну что же может все таки рассказывать как для меня мы добавлю нас еще добавляем но достаточно его так муки пока муки яйцо на каком этапе она уже а что если мы сделаем это попробуем вот этим чтобы это как-то кстати да как очень сейчас масло еще вишу мне хоть чтобы было более более однородный мне кажется что как-то немного у нас как-то не очень жидко цвета получилось да ну не знаю ну так но добавляем муку да давайте туда вот соды че щепоточку немножко соды так так хорошо так делаем 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 межим и выливаем яйцо яйцо выливаем сюда яйцо так вот уже становится вот такое тесто и вот сейчас начинаем добавлять туда и вот муку постепенно вот уже что-то вот она вырисовывается так все мне кажется теперь надо уже чем-то другим это но да попробуем еще чем-то другим это магия теперь да пожалуйста пожалуйста а я буду уже так и что мы все вот это должны высыпать ванном еще нужно успеть все это сделать за передачи обычно с бабушкой и с мамой корни я готовил где-то ну часа три мне кажется вот это надо уже пора пора вынимать вот это оттуда уже уже можно это руками делать а мы можем параллельно начнем делать тесто для блинов потому что нам еще блины понадобится в нашем помните да что вы виктор вы такое ощущение что вы пришли на программу давай поженимся вот так начинаете готовить понимаете понимаете не надо так так рьяно за сразу так ну что попробуем это вот так вот сделать а вот мне вот очень интересно вы представители назовем это так прогрессивного юмористического наполнения отечественного телевидения у вас есть вот если не знаю если какие-то кулинарные объединяющие вас вещи я не знаю вот вы все любите ходить предположим ну это я думаю что и так понятно в армянский ресторан вот ну вот но это как бы понятно а если без начальства вот например просто вот сами собираетесь раз в месяц все собираемся у миски хрусталева дома и наконец-то наполняем ему холодильник он чем-то потому что он не как-то сближает на кулинарный он вообще в принципе не ест да ну редко да ну вот наверное что то такое так давай ко мне еще давай ко мне еще пошло дело есть да дело пошло хорошо потому а ты сам не первый раз вот это дело курник нет не курник а вот я не первый раз спасаю программ вот так вот так вот так вот так вот так вот так можно отключать подожди я не готов еще отключаться ваня те кто-нибудь из гостей за алкан или кухонный комбайн нет не было не я просто я не ничему просто спросил помешать нет на насыпать дело в том что кухонный комбайн когда я появился в смаке уже были а да а вот когда пришел макаревич еще вилами тесто месили вилами и веслами вот я приходили в основном герои русских сказок русалки леши были и ведущий андрей макарей лихо одноглазая оператором работала лихо на слове разбойник ползунка режиссер вот мария искусница гримёрша была вот потом она вышла замуж василиса премудра работала бухгалтером в этом небольшом зал кооперативе и так далее кот баюн был водителем макаревича ну и в общем все герои русских сказок так ну что друзья вот вот получился вот такой колобок и вот в таком виде мы его кладем нужно чтобы он чем-нибудь накрылся он будет он не будет все он не будет закрываем накроем мы его бумажным плетом и отправляем минут на 40 40 минут холодильник прекрасно холодильник пока делаем блины а блины мы делаем с какой целью блины делаем с целью прослойки между тремя разными начинками в нашем курнике а то есть блины должны быть внутри курника они будут внутри курника прослойка между тремя начинками откуда этот рецепт вихтов появился уж не более ста лет поговариваю нет ну правда не осталось это в семье у вас готовят ты знаешь да мне когда-то в свое время бабушка с мамой у нас было многодетная вернее есть многодетная семья вы расскажете у тебя ты самый старший я самый старший есть два брата и сестра как зовут братьев как зовут сестра валентин брат мария сестра и павел младший брат давайте поаплодируем семье вич и василий а это прекрасно они нас смотрят сейчас и думают вот надо же всю жизнь ели курник наконец-то хоть кто-то из нас вынесет это все на обсуждение общественности а одно яйцо опять взбить ваня опять взбить прекрасно для этого у нас все имеется так а я могу плавно переходить наверно уже к начинкам пока ванька делает тесто для блинов пока ванька дед я говорю друзья принципе во время приготовления русских национальных блюд всех на кухне зовут ванька и ванька давить поворот первая начинка будет куриная вторая будет грибная и третье так называемая рис вы называемая грибная куриная рисово-яичная напоминает станции метро ленинградского метрополитена рисово-яичная переход на грибную и начну я сначала с грибной начинки но прежде чем это произойдет дорогой виктор у нас будет то что вы очень любите на нашем телевидении и что всегда приготовление курника на руси было важным люди крестьяне делали паузу выходили на площадь и слушали как заезжий скороход кричит про то как новое мыло привезли в соседний город это называлось реклама и у нас тоже самое у нас друзья небольшая рекламная пауза на первом канале после которой мы вернемся и вы узнаете что хариус в переводе с латышского означает кал нынче будем снимать только крупным планом все паша беда накрыли зинки на пироги я кот от подъезда потерял а вы товарищ сержант посмотрите за нищим куда путевой листок кладете шарль перо кот в сапогах дорогие друзья с маг на первом канале нас гостях сегодня виктор васильев виктор васильев который сегодня в абсолютно полевых условиях готовит уникальное блюдо второй раз за всю историю с маком и готов сегодня курник настоящие русское традиционное блюдо которое позволяет нам почувствовать себя причастным к великой русской кулинарной культуре потому что некоторые говорят что русской кухни не существует вот у вас виктор какая любимая кухня у меня русская русская я очень люблю русскую кухню а блюда какие блюда очень люблю курники разные курники да ложек пять ложек буквально пять ложек муки столовых раз да да можно так два два три четыре да и пять и как бы пять так а могу я примерно грамм 350 молока и наверное яйцо наверное может быть соли чуть-чуть да вот так вот так сказать чтобы было а вы знаете что удивительное дело виктор я вот не знаю как в вашем детстве но вот в моем я помню что блины были постоянно на столе блины постоянно все время мы едем блины сейчас мы не едим таком количестве длина но не знаю так ну что ж вот у нас получается такая витрик а я все-таки может быть с вашего позволения начну я тебе это хочу предложить более того 3 ой я тебе предлагаю вот пожалуйста на выбор я тебе предлагаю ножи я хочу тебя спросить то о чем мне кажется широкий зритель не знает что я если честно об этом не знал ты оказывается являешься профессиональным спортсменом ну да я играл в футбол да и не просто играл ты достиг в определенных высот в этом да как какое у тебя есть звание какое-то мне есть звание кандидата мастера спорта кандидата мастера спорта по футболу друзья тот момент когда мы гоняли голубей по улице марата с александром азенбаумом виктор играл футбол и гонял мяч гонял мяч а вот сейчас ты играешь в футбол конечно играю футбол и есть турниры между радиостанциями турниры между ночными клубами самое интересное что проводятся они по воскресеньям то есть с утра а чем мы прошу про у тебя прощение будем сковородочку как говорится сдабривать я бы чуть-чуть да чуть-чуть да тогда маслица чуть-чуть мой я знаю что вам предлагаю я предлагаю маслица чуть-чуть вот сюда добавить они не будут пригорать серьезно да ну-ка вот и все ван еще мне кажется виктор не надо все будет хорошо виктор там много муки виктор остановись немного виктор там главное яйцо которое схватится должна не литься остекать напоминает в отрывок из не на не изданной песни андрея макаревича водяра она должна милиться остекать нам еще придется резать лук потому что грибочки мы будем поджаривать с луком это мы обязательно сделаем обязательно сделаем нам нужно будет нарезать яйцо чтобы размешать его вместе с рисом этот мы тоже сделаем виктор я предлагаю вам человеку который все же блины делает очевидно чаще семья а я пока могу заняться все-таки может быть чуть-чуть маслица на сковородочку я бы все таки вот чуть-чуть прям самую вот так ну что теперь поварил очко там виктор можно взять и собственно то самое я это все буду делать а какие добрые люди сварили яйца и забыли в холодную воду положить после этого так все-все-все виктор о чудо аплодисменты а что говорят первый блин кому посмотрите подожди ты его сними оттуда а я чищу яйца для того чтобы у нас была начинка я напоминаю что начинки друзья у нас сегодня будет три неплохо виктор да прекрасно прекрасный виктор и так да неплохо ну что же первый блин комом традиционная мы может готовим по всем законам русской кухни мне кажется это очень сложно будет неплохо виктор да вы выглядите хорошо виктор а вы сразу к минуя вот эту вот сюда пожалуйста поблагодарю вас прошу вас да 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 и теперь еще раз подумав да начал сомневаться в консистенции а масла вы много налили ваня да ладно конечно а перехожу на вы конечно может быть на сковородочку может быть маслица так так друзья три блина здесь и наконец-то виктор ну давайте поаплодируем на самом деле на самом деле это ну как-то я хочу сказать просто ты молодец что это не блинная сковородка да не будем звать что не вот эти длинные вот эти вот борта большие давай давай глава длинная так было бы не было бы блинная длинная вернее да она бы на выливать сам я боюсь этого конечно я этого боюсь друзья я напоминаю что у нас произошло мы порезали яйцо порезали курицу я сейчас виктору помогу ведь хватит только нам грибов ваня и чуть-чуть еще и нам же если не ошибаюсь нужны к ним и лук да да нужна еще луковица улучшена сейчас это сделаю ваня ты сможешь нареживать лук да я специально я хотел бы тебе это предложить просто в одну секунду я нарежу тебе лук давай я вот как-то мне не сложилось в жизни не люблю лук я вот не люблю некоторые вот вадик галыгин он может откусить целую луковицу вадик галыгин может откусить целую луковицу ах вот откуда такая прыть такая бешеная популяро ну пахнет вот видите очень опасно да еще он совсем не прожает да оставь его оставь его не трожь его а теперь виктор мы будем делать вот что да нагреваем на сковородку и будем обжаривать грибы грибы лук грибы лук грибы и лук рис у нас уже сварен курица у нас будет вместе с а курицу может тоже лучком немножко нет курицу можно в принципе лучком но мне почему-то кажется что куриные вообще блюда с курицей с луком не очень просто то есть просто мы эту начинку должны тоже как-то довести да мы можем сделать такой знаешь вот бывает это быстрый соус когда муха с маслом и молочко подливается туда я взял яйцо теперь столько же положим рис а потом а потом количество этого мы будем регулировать вот так это мы берем и перемешиваем все как следует вот такую вот начинку рис а всегда можно еще знаешь что очень хорошо будет зелени прям бросить петрушечки до укропчика да да а ты вот сейчас отрубил блин 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 спасибо Вить Вань спасибо ты понимаешь ты за мной следишь ну смотри какой румяный зато ты посмотри какое ой прям вот все стелется уровень так сковородка у нас ты будешь оп оп давайте клопать прекрасно 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 а я вот так вот уже так это у нас будут грибочки так а вот на самом деле эта сковородка может быть и сковородка конечно давай делай для курицы все для курица потому что вот это у нас все уже готово так делай тогда для курицы это нам значит нужно масло конечно чуть-чуть муки я никогда не делал этот соус никогда я начинаю понимать что ты и курник не часто делаешь поэтому нужно нужно все через себя переступать делай соус витя давай делай давайте-ка мы сюда положим грибочки вот так вот так и начинаем делать начинки значит одна начинка у нас уже готова не надо посолить не надо нам нужно эту начинку вообще соль всегда по вкусу чуть-чуть можно всего я бы соли сюда добавил конечно поэтому вань мне нужно молоко так и молоко чуть-чуть чуть-чуть прямо вот ой хорошо хорошо вань хорошо о-о-о вань ну и вообще по идее вот в этот прекрасный соус прекрасный назовем это соусом соусом да нужно бросать курицу пожалуйста я вот даже не буду тебе да-да-да-да друзья обжариваются грибы на сковородке с луком и это одна из начинок он витя из курицы муки в масло и молока взять давайте добавьте уже но наху маска女 씨 и сейчас и то будет обжариваться на секун тут найдется вez на intern на в в Слава на первом канале, после которого мы вернемся. И вы узнаете, что басмати в переводе с хинди означает районный суд Москвы. Мить, там за пятым столиком Ландаус какой-то бабой сидит. Ты особо со счетом не крутишь. Пиши компот и все. Александр Николаевич Островский. На всякого мудреца довольно простоты. Дорогие друзья, смажь на первом канале. У нас в гостях сегодня Виктор Васильев. И мы с Виктором уже приготовили, вот смотрите, три начинки. Для курника. Начинка одна. Яйцо, рис, зелень, соль. Все. Вареное яйцо. Начинка вторая. Куриное филе. Вареное. Обжаренное в соусе, который придумал Виктор. А там находится немножко масло, муки и молоко. И здесь белые грибы с луком обжаренные. Все в порядке. Мы достаем тесто, которое у нас уже в холодильнике залежалось. Вот оно. Это в принципе самое главное. Кстати, как понять, что тесто работает? Да, что оно, что все хорошо с ним. Вот. Выпало, значит. Выпало, значит, работает. Да, абсолютно верно. Так. Тесто подсхватилось. Тесто живое. Вань, мы сейчас его раскатаем, все будет хорошо. Значит, предлагаю его начать раскатывать. Прямо. Где-то вот, давай вот начнем вот с такой вот части, вот с такой. Вот с такой. Одну треть где-то, наверное, я думаю. Так. Это у нас будет на основу курника. Это будет основа, на которую мы поставим блины с начинками. А вот из большого куска мы уже сделаем большое такое полотно тестовое. Которое накроем. Накроем. Так, 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 так. Диаметр нижнего, нижнего вот этого у нас должен быть побольше, побольше, чем диаметр блинов. Ну, посмотри, он так и есть. Вот, Вань, я не успел сказать, что на Руси издревле это же считалось блюдом благосостояния семьи. На каждую свадьбу обязательно делали курники. Видите, как говорилось, что мука – это основа жизни. Все правильно? Крупа – согласие, благополучие. А яйцо и курица – это вот понятия, приближенные к плодородию и размножению. Так. Вот у нас, дорогие друзья, здесь основа. Дальше. Дальше. Мы выкладываем сюда поочередно каждый из наших прекрасных начинок. Начинаем? Начинаем. Как вы думаете, Вань, с чего? С риса. Абсолютно правильно. Так, Вань, ну это ты команды. Ну вот. Вань, так, чтобы… Давай, хорош. Хорош? Хорош. Давай. Так. Придавливаем. Придавливаем. Вот так. Ну так. С легонца. Так. Давай-ка теперь возьмем грибочки. Начинок у нас, очевидно, гораздо больше, чем… Я не думаю, что будет больше. Это напоминает, знаешь, что, Вить? Вот русский Наполеон торт. Понимаешь? Вот так выглядит русский Наполеон. Грибы. Вот. Так. Теперь давай вот это. Вот это. Именно так я бы назвал эту начинку. Вот так. Так. Подожди. Подожди-ка. Ну и ты чувствуешь, что с каждым блином у нас все становится более конусообразным. Не конусообразным, а сферическим. Да, да, да. Полусферическим. Полусферическим, я так сказал. Да. А я бы сейчас и еще начиночку положил. Блины-то еще есть? Конечно. Значит, повторно. Повторим, как говорил мой чеки русского языка. Повторим, Ваня, позвоним. Пожалуйста, пожалуйста, накрывайте. Ой-ой-ой. Что, еще один блин есть? Я думаю, что грибочки. Конечно, грибочки. Подожди-ка, мы же сверху еще одним листом тесто будем накрывать. А, тогда мы разделим. Конечно, конечно. Вот, все правильно. Все верно. Видите, все, мы грибочки. Нет, нет. Теперь вот это. Теперь вот так. Смысл не поняли. Вот. Вот. И вот сюда сверху уже курочку. И вообще. О. А ты хочешь, я тебе скажу одну вещь? Да. Что твой соус вкусный. Я сейчас попробовал курочку. Так. И теперь мы раскатываем оставшееся тесто. Правильно? Да. Мы сейчас накрываем. Давай. Вот. Шляпа волшебника. Туле Янсен. Нажерем это так. И мы помним, что под шляпой был снос-момрик. Давайте посередине поставим. Сейчас начнете. Вань, вот. Вот. А здесь? Заворачивай. Вот так, ребята. Вань. Ну что, Витя, что? Чтобы не слепалось тесто, вернее, наоборот, чтобы оно слепалось, его нужно подклеивать. Давай. Давай, конечно. Смотри, можно сделать вот такие штучки. Я напоминаю, что это традиционно русское блюдо. А раньше на Росе очень любили украшать не только блюда, а вообще все. Так, давайте попробуем сделать все-таки украшения какие-нибудь. Ну какие? Вань, вот что мы можем сделать с тобой вот здесь сверху, чтобы было красиво? Вот я уже сделал такой, как бы... Ты вот сделал такой морской фонарь такой. Четыре сектора. Какие-то. Ну да. Какие-то получились. А, свадьба же у нас. Свадьба, да? Свадьба. Молодожены. Молодоженов ты хочешь любить? А давай не Молодоженов, а просто отца жениха, который платил, который за свадьбу платил. Вот отец жениха. Один. Один просто, да. Вот он стоит и как бы простирает руки ко всем и говорит, как же дорого мне свадьба. И вот такой, как бы мешок денег. И мешок. Не, ну почему мешок денег? У него на голове прежде всего... Это барсетка, Ваня, когда она у него в руке. Вот. А на голове... У него же длинные волосы, он же как бы... Давно? Не давно. Ну вот. Вот отец жениха. Вань, нам нужно еще одно сырое яйцо. Облить это все, чтобы у нас для запекания была такая... Это вообще не обсуждается, Вить. Чтобы никто не говорил, что он не будет соля. Вить, ну у нас же... Только желток, наверное, а не яйцо. Желток, конечно. Вить, ну в том-то и дело. Если бы не ты... Ну, о чем ты говоришь? Оп. Ну что? Вань, очень красиво. Я думаю, что излишне будет чем-то еще украшать. Ты знаешь, в процессе украшения отца отвалилась рука. Виктор, помоги, пожалуйста. Нет, нет, рука упала вот-вот. Это хвост. Хвосты отменили указом Александра Второго на Руси. Поэтому... Ну вот что? Ну вот такое что-то. Ну что, друзья? Поаплодируйте, пожалуйста, нам. И в температуру 200 градусов мы отправляем это на... Всегда. Давай проговорим рецепт. Ты мне подсказывай, если я буду ошибаться. Значит, мы делаем сначала тесто. Тесто мы делаем так. Мы берем 100 граммов сливочного масла, добавляем в это сливочное масло сметаны, 3 ложки, 1 яйцо. Добавляем туда молока, граммов 50 граммов. И добавляем туда соли, соды, чуть-чуть и муки. Из этого делаем тесто и ставим его в холодильник минут на 40. Муки, грамм 4. Параллельно мы делаем тесто, вернее, клошню для блинов. Это наоборот. У нас получается молоко. Молоко у нас... 350 граммов. 5 ложек столовых муки, немножко соли и одно сырое яйцо. Ваня, у вас очень хорошая паника. Да. После этого мы делаем блины. Это я не буду рассказывать, как вы делаете. Понятно. Делаем блины, тесто 3-4-5. Мы делаем начинку. Начинка состоит из... У нас три начинки. Первая начинка. Это отварная курица, мелко порезанная, обжаренная с мукой с небольшим количеством молока и растительного масла на сковородке. На другой сковородке мы обжарили белые грибы с луком и на... без всякой сковородки отварили просто рис, смешали его с вареным яйцом и с зеленью немножко соли. Все это мы, друзья, и превращаем в курник тем способом, который вы видите на экране. Потому что объясняйте... Сиди ли, сейчас нет моих. А дальше на вершине курника вы можете установить любой памятник, который вам хочется. А, дорогие друзья, мы забыли сделать в курнике дырку для того, чтобы из него выходило. Все, нам нужно обязательно это сделать прямо сейчас. Виктор, сделаем паузу, пока курник не испечется. И вот, друзья, перед вами появляется курник. И хлопать начинали гости. И мы ее сейчас приподнимем. А теперь берем и... Ла, ла, на! Оп! Все! Все, друзья! Аплодируйте. И вот ради этого, друзья, многие женились на Руси по два, по три, по четыре раза. Для того, чтобы попробовать еще раз знаменитый свадебный курник. Пожалуйста, Виктор. Да-да-да-да-да-да. Невидимые волосы были завязаны вокруг лба. Ну что же. Вот! Вот так. Вот я хочу понять, какую сейчас я тарелочку сразу дам. И... Да, вот так, Витя, молодец! И берем его на... На! Друзья, посмотри, сочный. Ну что, Витя, я даже не знаю, ну, будем пробовать? Да. Ну, давай. Ну, так и так оно должно развалиться. Это же все... Ну, конечно, все. Вот. Ну, Виктор, я, Витя, хотел бы еще доесть, но у нас есть для вас подарок. Продуктовая корзина «Смак». Вася, спасибо большое. Спасибо огромное. Витя, Василия, друзья. Виктор Васильев, сегодня в «Смаке». Спасибо. Спасибо. Фантастический курник. На секунду, Витя, я сейчас пойду, объявлю короткую паузу. Где-то приблизительно на неделю. Но мы же вернемся. Мы вернемся и сообщим вам, что, например, «Эскалоп» в переводе с венгерского означает «мама». Познакомься, это командир нашей эскадрильи.